Всем привет! Это второй выпуск проекта Сингента Хелп. Сингента Хелп это разбор сложных и интересных вопросов, которые поступают к нам в агроподдержку компании Сингента. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос стал темой одного из наших выпусков, не забывайте ставить пометку Хелп. Переходите по QR-коду или по ссылке в описании, задавайте вопросы, мы ждем и будем рады вам помочь. Итак, мы начинаем. С нами сегодня руководитель информационного центра агроподдержки компании Сингента Лариса Сарычева. Лариса, привет! Ну как, весна чувствуется? Настроение бодрое? Да, настроение прекрасное. Маша, привет! Солнышко светит и я думаю, что наши агрономы тоже уже в приподнятом настроении, так как озимые уже во все отрастают. Давай сегодня мы разберем вопросы, которые поступают в агроподдержку и они касаются такого важного направления, как регуляторы роста растений. Да, я согласна, потому что думаю, что сейчас они очень актуальны. Первый вопрос из Ростовской области. А зимая пшеница после зимы вышла слабая и нераскустившаяся. Можно ли помочь растениям усилить продуктивное окущение весной? Вопрос действительно интересный, злободневный. Даже фотографию нам прислали в агроподдержку, где действительно мы видим слабая пшеничка и осеннего укущения не произошло. Давай, Ларис, поможем с этой ситуацией и немножко поясним, можно ли что-то сделать с помощью регуляторов роста? Как правило, да, с такими проблемами сталкиваются агрономы, когда они имеют большие площади и не успевают все вовремя посеять. Да, это именно поздний срок сева. Либо погодные условия просто не позволили зайти с сейлки, да, и посеять в оптимальные сроки. Но, конечно же, и агрономы, мы как эксперты хотим весной что-то сделать, да, для того, чтобы получить максимальный урожай из таких полей. В данном случае, как всегда, мы должны оценить масштаб бедствия, должны определить, что на этом поле было, какой сорт, какие удобрения, какой протравитель. Потом после этого немаловажный фактор, наверное, один из самых важных, это оценка погодных условий и, конечно же, наличие влаги в почве. Правильно, если будет погода, которая способствует кущению, мы сможем с модусом достаточно стимулировать и получить максимальный потенциал от этого сорта. А если погода будет жаркая? Да, то есть, если весна будет, как мы не очень любим, да, длительная, прохладная, но это будет хорошо для растений, потому что если температура будет держаться 12-13 градусов в течение 1-2 недель, то это поможет растениям еще раз куститься и модусу в данном случае в дозировке 0,2 литра на гектар будет стимулировать это кущение. А если же будет скоропостижная весна и резко начнется потепление, да, температура поднимется выше 15 градусов, тогда, к сожалению, сразу стартанет пшеница, да, будет выход в трубку, но тут уже как бы не регулятор роста, ничего другое не поможет. Ну и вот тут вот фотография от одного из наших партнеров, который провел такой эксперимент в производственных условиях, и мы видим, что часть посева он отработал регулятором роста модус, а часть нет в фазе 3-4 листьев и видим, что получилось действительно стимулировать кущение и корневая система здесь получше и стеблистой. Ну вот 30 процентов стеблей это хороший, я считаю, результат, да, потому что это потенциальный урожай этого поля. То есть слабые посевы можно сделать сильнее с помощью регуляторов роста, а если какие-то есть тонкости и нюансы, а они всегда есть с регуляторами, лучше позвонить в агроподдержку. Да, конечно, и вообще очень приятно не только получать вопрос от наших клиентов, а получать и вот такие вот результаты, да, когда они дают свои отзывы и реально показывают свои достижения, которые они получили, используя наши продукты. Итак, мы продолжаем и второй вопрос, касающийся непосредственно традиционного взгляда на регулятор роста полигания. Вопрос к нам пришел из Волгоградской области. А зимая пшеница в стадии 2 узла. Можно ли применить модус 03? Поможет ли это в уменьшении вероятности полигания культуры? Температуры ночью плюс 8, днем плюс 15 и какое оптимальное время для обработки? Вот такой интересный вопрос. Вот, Лариса, как вот на этот вопрос ответить? Если говорить про можно ли применить модус в такую фазу, то, конечно, можно. Регистрация модуса идет до фазы флаг листа. Вопрос в том, что мы получим, если мы применяем на такой фазе модус. То есть будет просто снижение высоты растений, ну, парусность, да, если это высокорослый сорт. К полиганию, к сожалению, здесь, ну, на полигание мы никак повлиять не можем. Согласна, потому что, когда важно, чтобы пшеница не полегла или ячмень, надо укреплять самый фундамент. Нижнее междоузлие, потому что модус будет снижать то междоузлие, которое формируется на момент обработки. Время применения должно быть конец скущения, начало выхода в трубку, не позже. И по температурам, вот он спрашивает, температура ночью плюс 8, а днем плюс 15. Температура, в принципе, оптимальная, правильно? Да, днем, если они будут работать плюс 15, это вообще нормально, да, ну, а небольшие понижения ночью, я думаю, что здесь не сыграет никакой роли, это же не минусовые. И давай посмотрим еще на вопрос, который пришел из Самарской области. Тут вот применили модус минимальной норме на сорте азимой пшеницы, и поле полегло. И спрашивает, какая стратегия должна быть для нас, какой регулятор роста, то есть что-то вот подозрение у него возникло. Хотел бы понять, что мы сделали не так, чтобы в этом году не допустить полегания. Как мы только что обсудили, первое, да, это фаза применения, конец скущения, начало выхода в трубку, ну и, конечно же, норма. Если данный посев у вас высокорослый сорт, если много азотных удобрений, если много влаги, то минимальная дозировка 0,2 модуса, ну, скорее всего, будет маловато, да. Поэтому мы рекомендуем в данном случае 0,3 и 0,4 литра на гектарах. А то и, возможно, что разбивать на две обработки, иногда бывает даже на три, правильно? Да, если делать 0,2 плюс 0,2, да, есть такой вариант применения. Либо делать смесь хлормикват хлорида и модуса. Мы сами учимся еще подбирать технологию применения регуляторов роста, потому что каждый сорт – это отдельный отклик на тот или иной прием. И чтобы вот этот вот инструмент регулятора роста можно было использовать, мы сейчас тестируем в 23 сезоне вот такую матрицу, вот как на этом экране. Мы ее протестируем, а потом отдадим и в агроподдержку, и в том числе всем нашим партнерам, чтобы, нажав кнопочку и введя какие-то вводные, ты получил ответ. Да, я, кстати, думаю, что это очень полезная штука будет, потому что действительно, что касается регуляторов роста, то в каждом конкретном случае нужно принимать определенные решения о дозе, соответственно, о времени применения. И будьте всегда готовы, как я говорю нашим клиентам, которые иногда к нам обращаются. Не волнуйтесь, да, мы зададим вам еще дополнительно 10-15 вопросов, только после этого вы получите ответ на свой вопрос, потому что это нужно, да, для понимания всей ситуации, которая у вас складывается на поле. Да, согласна. Ну и давай закончим тему полигония вот такой юмористической зарисовкой. Полком, который дует на пшеницу конкурента, я так понимаю, сам он что-то сделал не так, у него вон там все сломалось и разрушилось, ну а конкурента хозяйства, которое через дорогу, как правило, всегда посевают другие. Поэтому если у вас возникают вопросы, скажем так, лучше позвонить в агроподдержку и спросить совет у эксперта. Да, мы с удовольствием поможем. Лариса, мы продолжаем. И третья тема, касающаяся регуляторов роста, это баковые смеси. Это достаточно очень больная тема, потому что весной в один бак и гербицид, и инсектицид, и фунгицид, и азотику, и гуматов, и чего это еще, еще сверху регулятор роста надо насыпать, и потом получить от каждого эффективность. Давай вот посмотрим на конкретный вопрос. В агроподдержку он пришел из Курской области. Буду проводить обработку азимой пшеницы. А далее опять история. Регулятором роста модус. Помимо него будут гербициды, инсектицид, фунгицид и азотная подкормка. Есть ли какие-то ограничения по баковым смесям с регулятором роста, спрашивают у нас из Курска. Конечно же, в данном случае решение принимать самому агроному, делать ли такую большую баковую смесь, или пытаться разделить препараты. Мы, со своей стороны, всегда рекомендуем отдельно применять гербициды гормонального действия и удобрения. Ну да, когда мы говорим про гормональные гербициды и про азот, они действуют на одни гормоны в растении. Они регуляторы роста, тот же модус, совсем на другие гормоны. И если растение, не дай бог, будет находиться в каком-то стрессе, мы можем привести ещё к большему усилению, правильно же, этого стресса. Да, и вот наши коллеги, которые занимаются направлением гербицидов, подготовили такую небольшую таблицу, на которой как раз указаны минимальные и максимальные риски при тех или иных условиях, при смеси как раз-таки с гормональными гербицидами. Но опять-таки здесь нужно оценивать не только то, что мы мешаем в бак, но ещё какие будут погодные условия на момент применения. Я обычно так говорю. Первые две недели, если нервы слабые, лучше в посев не ходить, если делаешь такую баковую смесь. Но потом, если весна прохладная, то посев отойдёт. Да, вот, например, сейчас то, что видно на картинке, явно видно ожоги на правой картинке, ожоги на листьях. То есть это было получено, такие растения, именно после обработки, вот как тут указано, там всего раз, два, три, четыре, пять компонентов. Ведь бывает такое, там семь, восемь и больше. И сказать точно, от чего это произошли ожоги, либо от одного продукта, либо от другого, который находится в смеси, ну тут уже ни одна гадалка не поможет. Да, хорошо, если весна будет прохладная после такой сложной баковой смеси. А если будет жарко, то вот как в истории из Краснодарского края, к сожалению, когда мы мешаем всё в один бак, и пшеница попадает, или зерновая культура попадает под жару, под засуху, а вообще все регуляторы роста применять жару и засуху категорически запрещено, можно получить сокращение урожая. Давай с тобой подведём итоги нашего второго выпуска. Да, регулятор роста, как мы уже не раз сказали, сложная такая вещь, которую нужно очень грамотно применять, но при этом нужно помнить, что это не только снижение высоты растений, о чём знают все агрономы, и не только сохранение стеблистой числа колосев в колосе, а есть ещё дополнительные плюсы от регуляторов роста, которые мы получим после их применения. Да, когда приезжаешь, спрашиваешь вот так вот у агронома, для чего вы покупаете регулятор роста? Мне нужна ступенька. Вот ступенька есть, меньше растений стало, значит регулятор роста работает. Но регулятор роста растений, как мы уже сегодня обсудили, может раскустить посев, помочь, может повлиять на корневую систему, может помочь с теми же выплеваниями. Да, потому что очень часто как раз мы рекомендуем мешать наши регуляторы роста осенью с фунгицидами, либо весной с фунгицидами. Если вот мы осенью мешаем с фунгицидами, то как раз-таки это будет способствовать лучше перезимовке и сопротивлению выплеванию. А если мы добавляем регулятор роста весеннюю обработку вместе с фунгицидом, то здесь ещё есть такой дополнительный бонус, это снижение рисков поражения прикорневыми гнилями, потому что регуляторы роста ещё утолщают соломину у пшеницы, и, соответственно, поражаться она будет меньше. Лариса, спасибо тебе большое, что ты нашла время и пришла на наш проект. Маша, спасибо большое. Я очень рада, что могу помочь своим экспертным мнением. Сезон идёт, вопросы поступают. Надеюсь, что будем работать и дальше. Это был очередной выпуск проекта «Сингента Хелп». Присылайте свои вопросы в агроподдержку компании «Сингента» с пометкой «Хелп», и мы постараемся разобрать наиболее интересные в наших следующих выпусках. До встречи через две недели. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...